Доброго времени суток, друзья! С вами Маракаси. Сегодня посмотрим бой на Progetter 65. Это, наверное, один из самых имбовых таких танков, из тех, которые можно прокачать, а не заполучить за какую-то там активность, например, на глобальной карте. В общем, посмотрим, насколько же этот танк хорош. Ну и давайте поговорим об разнообразных акциях. С 1 мая по 5 мая нас ждет акция скидка 50% на штатное оборудование и скидка 50% на снаряжение. В принципе, данная акция хороша тем, что можно закупиться, например, снаряжением по 50% скидке и, собственно, потом просто его юзать и экономить на этом средства. Так что рекомендую воспользоваться. Далее разработчики, конечно же, объявили уже о майских танках, которые будут продаваться по акции. Ну, вся ветка, короче, там будет идти. А именно, речь идет о танках 60 ТП Ливандовского, УДИС-15-16 и большинство 25 тонн. В общем-то, довольно интересный набор танков. И что интересно еще, что для УДИС-15-16 доступен специальный 3D-стиль. Теперь уже стало понятно, для чего разработчики его завезли. На самом деле, 3D-стиль, ну, на любителя, наверное. Но это, в общем-то, не бесплатно, естественно. Разработчики его продают тут. Также доступна, естественно, скидка на покупку этих танков. То есть, эти танки, вернее, все танки этой ветки можно купить с довольно неплохим дисконтом. Тем самым, сэкономить тоже средства. Ну, и кратко по поводу этих веток. Что стоит прокачивать? На мой взгляд, 60 ТП Ливандовского, в принципе, можно прокачать. Это весьма неплохой танк. УДИС-15-16, танк на любителя. Если вам понравились шведские другие танки, там, ПТ или тяжи, то, возможно, и этот танк вам зайдет. Но он больше такой кустовой, нежели тяж, естественно. Большинство льонов 25 тонн, наверное, подойдет только любителям старины, любителям врывов, чтобы с барабана забрать противника. В принципе, и по сей день танк не такой уж и плохой. Но, конечно, характеристики его подустарели. И, надеемся, будет ап этого танка. Из других акций также стоит, конечно же, отметить то, что с 4 мая завершится третий этап линии фронта в рамках экспедиции. Так что успейте до этого периода 15 уровня достигнуть, чтобы в итоге взять танчик. Ну, нужно, естественно, 4 раза достигнуть 15 уровня, чтобы получить достаточное количество жетонов. С 4 по 18 мая у нас старт ПВЕ режима «Дорога на Берлин». Ровно две недели он будет проходить. И 5 мая также закончится возможность получить 16 набор «Космос» от Twitch Prime. Кстати, если до сих пор не приобрели, то, говорят в комментариях, там подробная информация по этому есть. Далее, друзья, с 5 мая вечером появится новый тематический набор Twitch Prime по акции «Прямой эфир». С 8 по 12 мая акция «75 лет победы». Также тут у нас в 5 раз больше опыта за первую победу в день на любой технике. А за боевые задачи вы получите день танкового премиум аккаунта, 5 штук снаряжения, допайки для каждой нации, 5 штук резервов каждого типа, в том числе и на серебро, 6 штук МВД, 30 штук надписей. А с 11 по 18 мая нас ждет акция боевого опыта. За каждую победу можно получить дополнительный опыт, собственно. Так что, я считаю, что тоже можно этим воспользоваться. Далее, с 18 мая завершится период затишия первого акта в рамках десятилетия World of Tanks. Пропадет возможность выполнять боевые задачи. И также в мае, точное число неизвестно, выйдет общий тест обновления 1.9.1. Казалось бы, после патча 1.9 должен следовать 2.0 уже, но нет, сначала у нас будет 1.9.1. В принципе, разработчики могут 2.0 очень сильно затянуть. Но, конечно, 2.0 патч будет весьма объемным. А также стоит отметить, что, естественно, в честь 9 мая многие ветки, особенно советские, будут продаваться по скидке. Так что сейчас я рекомендую не тратить серебро и подождать распродаж. Также, друзья, вы можете выиграть золото в этом видео. Вам всего лишь достаточно досмотреть данный видосик до конца и в комментарии указать свой игровой ник. А также обязательно нужно подписаться на мой второй канал, на котором я стримаю и тоже там на стримах раздаю золото. Так что считаю, что глупо будет таким не воспользоваться. Далее, друзья, вы можете зайти на сайт VODKIT. И тут, собственно, розыгрыш, голды и премиум танков. Бесплатно можно выиграть 5000 золота. А также, используя мой промокод, вы получаете довольно-таки хороший бонус при пополнении. Без пустых контейнеров, хорошая референдная программа. Все это ждет вас на этом сайте. Ну и, конечно, у нас тут еще не все. Конечно, режим, который готовится на 9 мая, ну он уже 4 мая начнется, но как бы приурочен он к 9 мая, должен стать весьма таким годным, потому что разработчики приготовили реально массу всего интересного. Ну и интересного, конечно, стоит отметить, что можно заполучить абсолютно новый премиум танк 7 уровня из 2 экранированной. Можно его получить бесплатно, можно, конечно, задонатить, если голда карманы жмет. Также можно получить трофейное оборудование, вентиляцию, ну что тоже очень неплохо. Плюс данные акции еще, то что можно получить очень много разнообразных, ну вот этих вот специальных таких вот брошюр для обучения экипажа. Там большие есть и маленькие, разнообразные, то есть, в принципе, тоже неплохо будет. Плюс еще можно получить x5 опыта, но специальные марки, тоже они пригодятся вам в этом режиме. Но сам режим должен быть весьма таким неплохим, разработчики очень долго его делали, и, конечно, делают ставку на то, что режим должен быть весьма интересным и должен зайти игрокам. Кстати, канистр не будет в этом режиме, то есть, не будет такого, что вот вы поиграли несколько боев, и дальше идет ограничение по времени, то есть, только на следующий день можно будет, в общем-то, снова поиграть. Такого не будет, и это очень хорошо, то есть, вы можете играть в этот режим, сколько вам там захочется. Можно, в принципе, устроить марафон, но я бы, конечно, в нашем месте не упарывался и понемногу выполнял. Благо, времени много там, две недели данный режим будет идти, и, ну, конечно, лучше воспользоваться данной ситуацией. Также инсайдеры говорят о том, что ранговые бои уже не за горами, то есть, на этот раз ранговых боев не придется ждать там полгода, примерно месяц-два, и уже новый сезон рангов выйдет. Почему, к чему такая спешка? Ну, мне кажется, что разработчики хотят вместить в этом году сразу все три сезона оставшихся ранговых боев, и, собственно, там будет новый танчик. Какой именно? На данный момент, конечно, ну, стопроцентно неизвестно, но, скорее всего, это, конечно же, концепт 1Б. Довольно-таки хороший танк, пока что по характеристикам, по крайней мере, не знаю, что там дальше с ним будут разработчики делать, но выглядит весьма имплево, то есть, можно тем самым получить хороший танк, поучаствовав в рангах, но у вас есть еще возможность подготовиться, то есть, прокачать некоторые нужные десятки. Также разработчики говорили о том, что есть вероятность, что, наконец-таки, они ранговые бои сделают для девяток, или, может быть, даже для восьмерок, ну, это тоже хорошая новость, потому что ранговые бои на десятках уже надоели. Есть вероятность, что будет такая система, что, например, первый сезон будет на восьмерках, второй сезон на девятках, и третий, последний сезон на десятках уже. По-моему, так будет значительно лучше, чем только на десятках. Хотя данный режим позиционирует себя как такой вот high-end контент, если так можно сказать, в игре World of Tanks, то есть, для тех, кто уже, ну, реально так сильно прокачался в игре и многому научился. Ну, и, конечно, разработчики объявили о том, что вместе с выходом ранговых боев выйдет наш долгожданный боновый магазин. И разработчики, конечно, ввезут в него очень много танков. Должна появиться какая-нибудь очень годная, конечно, имбочка, потому что без этого никак хотя бы один танк. Ну, и, в общем, это будет весьма, я считаю, приятно для игроков получить хороший танк за боны. Также, что еще можно отметить, друзья, это, конечно же, награждение ветеранов в этом году должно состояться, наверное, ближе к сентябрю, то есть, еще ждать и ждать, но все-таки учтите это, что можно получить прям танчик. Конечно, в прошлый раз давали ну, прям танк не супер там крутой, но, тем не менее, давали седьмой уровень, то есть, первый раз давали там шестой уровень, потом седьмой уровень, ну, и логично, что на десятилетие World of Tanks будут давать танк восьмого уровня, при этом полноценный прям танк. И, скорее всего, это будет СУ-152К. Благо, ну, еще одно там подтверждение, что в режиме на 9 мая такого танка не объявилось, то есть, в наградах его нету. Так что, будем ждать новостей, друзья. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok